здравствуйте вы смотрите тему дня и сегодня мы будем обсуждать электронные услуги госуслуги а если быть точнее поговорим о предстоящей переписи в каком она будет еще виде и такой актуальной теме как запись к врачу на эти вопросы ответит нам светлана владимировна опенышева здравствуйте руководитель правительства для граждан что такое правительство для граждан может быть еще не все зрители знаю ну я думаю правительство для граждан уже на сегодняшний день нашем регионе знакомы многие это сеть многофункциональных центров это 28 офисов и мы открыли еще на нижней террасе офис поэтому на металлистов поэтому к нам приходят и получают весь спектр услуг непосредственно в наших центрах на сегодняшний день мы уже писали оповещали наших заявителей что временно закрыта мфц на локомотивной связи с тем что железнодорожные мфц из 53 человек 19 у нас находится на больничном и для того чтобы полноценно закрыть и представлять услуги все услуги для железнодорожного района представляются нами на его 6 всех заявителей мы ждем там переходим непосредственно к нашей главной теме обсуждения к предстоящей переписи она ведь в этом году будет еще и в электронном виде да как это будет выглядеть да я хочу сказать что перепись в электронном виде это очень удобно была летом у нас пробная перепись мы рассказывали об этом у нас есть курсы по обучению компьютерной грамотности вот на этих курсах мы людям рассказывали в социальных сетях рассказывали что перепись можно пройти в электронном виде понятно что к нам придут переписчики которые будут и дома обходить каждый дом и заполнять переписные листы но с 15 октября по 14 ноября вообще это время переписи населения в российской федерации и в электронном виде можно перепись пройти до с 15 октября по 8 ноября это очень удобно человек имеет свою учетную запись или подтвержденную или зарегистрировался не с усиленной там подписью и здесь может пройти перепись не выходя из дома если есть какие-то проблемы человек хотел бы пройти вот именно перепись онлайн он может обратиться в любой из наших офисов мфц и сотрудники могут помочь также на территории многофункциональных центров будут работать переписчики волонтеры которые могут еще и в письменном виде помочь людям заполнить опросные листы если я прошел электронный вариант ко мне придут переписчики я должен у переписчиков будет полный адресный план на куда они должны будут прийти и если вы прошли перепись онлайн то вы можете сделать или скрин или распечатать или когда придет переписчик показать ему qr-код где вы укажете на то что вы перепись прошли самостоятельно еще хотела бы сказать что перепись мы с вами можем пройти не только за себя но и за всех членов семьи если мнение будут расходиться но здесь я думаю наверняка уши домовладельцы обсудят и скажут что или каждый хочет пройти до или он доверяет своему там супругу или там родителям или родители которые затрудняются пройти перепись он на он укажет о том что за кого он будет проходить вот эту вот переписи заполнять листы там порядка 30 вопросов на которые нужно будет ответить еще вот то что новое на сегодняшний день у нас есть это то что можно на десяти языках ответить на вопросы это у нас башкирский татарский бурятский тувинский чувашский якутский узбекский английский китайские корейские языки это могут пройти у нас и ответить на вопросы по переписи не только граждане российской федерации но иностранные граждане они могут зайти на портал госуслуг и используя снилс то есть еще из дополнения люди могут уже сами национально списывать и за детей а дети если они уже выросли могут сами да конечно конечно какие еще тонкости есть легко ли заполнять эту анкету не заблудится ли пользоваться он не заблудится мы заходим на портал госуслуг мы смотрим там какие вопросы открываем вопрос вносим данные там пол возраст и самое главное что присваивается номер до вот этой анкете это все проходит анонимно и уходит уже вот статистику для того чтобы в банк данных там где будет проведена обработка уже всех вот этих опросных листов вы сказали летом как бы уже пробный пробный его перепись что она показала насколько это удобно как вы считаете я сама проходила очень удобно конечно сначала кажется что это очень затяжной потому что много информации которые нужно ну тут и я как и сказала возраст пол демографическая составляющая социально-бытовые условия которые есть там отвечаешь на все эти вопросы потом нажимаешь отправить ну хотела бы добавить что непосредственно можно сделать шаблон можно заготовить вот эти но не отправлять до восьмого числа можно в вопросном листе если что-то передумал может домовладельцами там что-то домочадцами пообсуждал то эту анкету можно будет изменить хорошо второй вопрос который интересует наших зрителей это запись в врачу особенно в период когда снова вспышка к вид сейчас нас беспокоит и не хватает ни времени места в очередях в регистратуре очень важно вызвать но как выяснилось что на одном портале например доктор 73 прекратилась запись и все теперь переходят на госуслуги да здесь я хочу сказать что очень вообще мы же часто говорим о том что должна быть единая точка входа когда человек заходит до не ходит там доктор 73 сетевой город различные другие вот сервисы нужно зайти на портал госуслуг у тебя уже если на компьютере допустим уже заходишь и даже пароль не заносишь на если личный кабинет есть на телефоне заходишь и уже получаешь там всю информацию и было принято решение минздравом что они уходят от доктора 73 во первых были проблемы с тем что в докторе 73 нельзя записать к врачу допустим бабушку дедушку да там соседей и очень часто мы видели нарекания в эту сторону что есть пенсионер который должен был бы записаться на врачу но он не могут потому что доктор 73 только если вот ты да и только ты можешь записаться то на портале госуслуг очень удобно я и сама пробовала как работает сервис сервис работает потому что сейчас поступают звонки и говорят что сервис не работают что нет возможности записаться нет возможности записаться потому что очередь уже как говорится есть определенное количество талонов до которые распределены и если мы войдем допустим на неделю на две позже то там мы видим что мы можем записаться не к врачу и что самое главное должно быть но как я сказала должна быть учетная запись и для того чтобы когда мы заходим в личный кабинет мы там заходим прикрепление обязательно должно быть прикрепление у человека и если человек уже прикреплен к той или иной поликлинике то мы видим что прикрепление имеется там прямо такая небольшая ссылочка что прикрепление имеется можно зайти посмотреть какой поликлинике ты прикреплен и дальше уже в ты заходишь да все твои данные то внесены поэтому носить данные никакие не нужно Выбираешь, к какому врачу, что ты хочешь записаться. И дату. Поэтому здесь вот нужно посмотреть, если на завтра нет даты, просто посмотреть, когда есть ближайшая дата, чтобы записаться врачом. Возможно, кто-то даже не смотрит, как вы сказали. Да, очень многие, очень часто же бывает, даже можно, вот я обращаюсь тоже здесь, и запись к врачу, и в связи с тем, что очень много сотрудников в многофункциональных центрах болеют, что очень удобно зайти и записаться предварительно. И можно даже, выходя из дома, можно зайти и посмотреть. Правда, нужно заходить в каждый МФЦ для того, чтобы посмотреть, есть или нет предварительная запись. Если, может быть, сегодня мы смотрели на следующий день запись, может быть, все занято, да, и нет возможности предварительно записаться. А когда выходим из дома, за два часа можно посмотреть, и могут быть свободные окна для того, чтобы записаться предварительно и получить услуги в многофункциональных центрах. В регистратуре как потом показывать принадлежность к этому тому? Там не нужно показывать, в регистратуре уже они видят в режиме реального времени, что произошла запись, и что вот эта вот фамилия непосредственно есть. То есть я иду сразу к врачу? Да, вы идете сразу к врачу, потому что у вас, ну, вы можете уточнить кабинет, да, врача. А так вы идете к врачу уже непосредственно прием. Система уже начала работать, вы говорите. Да, да, система работает, и сегодня, да, проверяли, что сбоев в системе нет. Еще одна интересная тема, касающаяся ковид, это QR-код, который поступает в госуслуги в том числе, да? Да, и переболевшие. То есть те, кто еще не делал прививок или не попадал, к счастью, по болезни, они не знают, что где можно получить этот QR-код. Здесь я бы хотела сказать, что очень удобно для людей, особенно кто выезжает за границу, да, там можно распечатать на русском, на английском языке. Когда идем, мы, допустим, где-то требуют QR-код, то здесь мы заходим в личный кабинет, если мы не ориентируемся, то есть значок Коклупа, там можно записать ковид. И там полностью все, что будет связано, вызвать врача, посмотреть вакцинацию, да, что переболел ты. Если мы сделали прививку, как только мы сделали первую прививку, буквально через несколько дней эта информация должна появиться в личном кабинете на портале госуслуг, и там же идет дневник наблюдения, который мы ежедневно можем проходить, и уже наблюдают, что... И его надо заполнять? Ну, это по желанию человека, поэтому вот я когда делала первую, вторую прививку, ревакцинацию, я всегда дневник заполняла. Если, допустим, человек приходит домой, открывает, через три дня там смотрит, да, через неделю, что у него не появляется информация о том, что он вакцинирован, или нет информации о том, что он переболел, эта информация тоже есть, что переболевшие. Переболевшие ковидом будет информация занесена только у тех, кому данный диагноз был поставлен в лечебном учреждении. Не то, что он сдал ПЦР там сам, да, сведения по данным ПЦР тоже должны отражаться все на портале госуслуг. Если мы не видим в своем личном кабинете, не отображена информация о том, что мы сделали прививку, нужно обратиться не в МФЦ, нужно обратиться непосредственно в поликлинику и проверить свои данные. Очень часто бывает, что, возможно, была сделана какая-то ошибка в написании фамилии, или, может быть, снился неверно, да, или там медицинский полис неправильно записали. В связи с этим тогда федеральную базу, это федеральная база, куда заносится вся информация, эта информация не отобразилась. В поликлинике найдут по данному человеку информацию, если будут какие-то там недочеты, они поправят, и в личном кабинете будет отображено. Поэтому в личном кабинете мы видим то, что мы переболели, мы видим вакцинацию, мы видим ревакцинацию. Вся информация здесь есть. Если человек пожилой, не умеет пользоваться приложением... Он тогда придет в любой наш МФЦ, и мы ему поможем распечатать с его личного кабинета этот сертификат. Да, очень много приходит людей пожилого возраста, которые уезжают к детям, допустим, в Москву, в другой город. Я даже вот недавно, спустившись в зал, подошла ко мне заявительница и говорит, мне необходимо распечатать QR-код, вот я еду к дочке в Москву, чтобы не было у меня проблем, чтобы я могла показать. Она сразу подошла, сначала она пришла, когда она только сделала вторую прививку, мы ей посоветовали прийти через неделю. И так получилось, что через неделю мы с ней опять встретились, ей распечатали код, и поэтому она поехала уже, как говорится, к дочке с распечатанным листом бумаги. Это будет актуально 1 ноября, когда у нас тоже введут практически обязательный QR-код. Здесь я не смогу прокомментировать по поводу QR-кодов, по внедрению. Но хотела бы обратить внимание, когда иногда читаю и вижу, что там Опенышева закрыла доступ в МФЦ, что Опенышева только со справками терапевта принимает. Уважаемые заявители, все МФЦ у нас работают. Для того, чтобы вам не находиться в очередях, я бы рекомендовала записаться предварительно, потому что на самом деле сейчас у нас не выдерживается время ожидания в очереди 15 минут. Сейчас у нас многие люди пойдут субсидии оформлять. Время подошло, это два раза в год мы оформляем субсидии для людей старшего поколения. Это апрель и октябрь месяц. Поэтому лучше записаться к нам в электронном виде и к нам прийти предварительно, чтобы не находиться в очередях в продолжительное время. Поэтому никакие справки, никакие QR-коды у нас не требуются. И поэтому есть живая очередь. Мы работаем и в субботу до 16 часов, поэтому можно прийти в любой день к нам. Кроме воскресенья. Работают люди, они тоже стараются делать все быстро, злиться не надо на них. Да, я хотела бы обратиться также к заявителям. Очень прошу, наверное, уважительно относиться к специалистам. Вы знаете, что более 300 услуг специалист оказывает. Он сейчас мог оказать услугу по паспорту, по прописке, Росреестр. Здесь же пенсионный, здесь миграционный учет. Вот весь спектр услуг, которые здесь, социальные услуги, здесь образование. Ну, весь спектр услуг, которые есть, вот 98% услуг, которые есть, кроме опеки, на сегодняшний день переданы в МФЦ. И мы уже приступили к выдаче свидетельства о рождении, свидетельства о смерти. Поэтому во всех городских и в городе Димитровграде у нас можно получить свидетельство о рождении и смерти. Потому что, получая свидетельство о рождении ребенка, мы с вами сразу еще получаем весь спектр услуг. Когда идем в ЗАГС, мы получаем там свидетельство о рождении, потом приходим и прописываем, и встаем на учет. Если многодетные мамочки тоже большой спектр услуг получают. Поэтому очень просила бы уважительно относиться к нашим сотрудникам. И также хотела бы ко всем обратиться. У нас вакансии для сотрудников многофункциональных центров. Приходите, пожалуйста, к нам на работу. Минимальная заработная плата – то, с чего начинает человек, который вообще не владеет. Мы берем даже, обучаем людей, которые после школы, без образования, мы берем к себе на работу. И начальная заработная плата у нас 20 тысяч. Это чистыми, то, что уже за вычетом подоходного налога. Я понимаю, что эта зарплата небольшая. Но в течение трех месяцев мы человек обучаем, как работать с заявителями. И потом идет уже повышение. Заработная плата у нас достигает до 37 тысяч. То есть у вас есть классификация какая-то сотрудника. Да, у нас есть специалист, который только пришел. Дальше, когда он отработал, он будет у нас старшим специалистом, ведущим специалистом и главным специалистом. У нас такая вот четыре ступени, люди, которые работают. В связи с тем, что, как я сказала, большое количество людей у нас болеет, то многие специалисты приходятся, выходят на работу в свои выходные за двойную оплату труда. Они выходят и работают. Это очень сложно, потому что я понимаю, что нужно восстановиться после трудового дня от работов с 9 утра до 19 вечера. Понятно, что у них есть технологические перерывы, но работа очень сложная. Очень удивляет, когда приходят и говорят, у вас надо работать. Мне кажется, нужно работать на любом месте. Поэтому приходите, мы всех ждем, мы научим. Также хотела бы обратиться к студентам нашим, старших курсов. Особенно, кто учится на государственном муниципальном управлении. У нас даже есть договоренность, что мы вас возьмем на 4 часа. Должна быть справка, что вам дается свободное посещение. Мы будем ставить вас работать тогда, когда будет вам удобно. Может быть, в субботу, может быть, в вечернее время. Но это огромный плюс, что вы поймете, что такое вообще государственное муниципальное управление. Потому что работа с нашими заявителями, работа с населением, оказание услуг, это на сегодняшний день, мне кажется, очень важно для любого человека. Поэтому приходите к нам на Гончарова 11, к нам в отдел кадров. Мы всем очень рады. Мы вас научим, как работать. И будем благодарны, что вы вольетесь в наш тысячечный коллектив. К перечисленным новшествам, что вы можете добавить? Что планируется в ближайшем будущем? Ну, я бы сказала, наверное, что-то нового. Наверное, мы до конца года запустим криптокабину. Будут браться биометрические данные с людей. И будет с какой целью? Если на сегодняшний день человек приходит и должен показать удостоверение личности для получения услуг с внедрением сведений индивидуальных, крипто защищено, все будет у нас защищено, все данные, то можно будет получать услуги. И мы будем уже человека идентифицировать по его биометрическим данным. Это пальцы, глаза, голос, что в банках уже, в принципе, начинает делать. Да, то, что в банках работает, сейчас наверняка уже видели, у нас пока будет две только криптокабины. Это на Гончарова, наверное, если кто-то заходил, там, где есть зона ожидания. И в городе Димитровграде на улице Октябрьской вот эти вот криптокабины сейчас встают. Сейчас идет их монтаж. Ну, звучит, конечно, как-то криптокабина. У меня сразу криптовалюта. Криптокабина, да, это то, что крипто, это, ну, как защищено, поэтому... А как это будет выглядеть? То есть я, как пользователь, прихожу в МФЦ без документов? Ну, вы даете согласие, да, там будет стоять оборудование, да, сначала, прежде, чтобы потом прийти без всего. Естественно, мы должны взять биометрические. Нет, а вот меня интересует потом. Я прихожу без документов, и как, мне дает какой-то сканер, я сканируюсь? Да, и мы видим, что это именно вы. Обмануть нельзя этот датчик. Как здорово. Спасибо большое в будущее. Наши электронные недалекие, мы окунулись вместе со Светланой Владимировной Опенышевой, директором, исполняющим обязанности директора правительства для граждан, так называется, организация сети МФЦ в Ульяновской области. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова